Всем привет! Наконец-то в Бравл Старс вышло обновление, добавили нового персонажа Сэнди, который мы сегодня выбьем или купим. Кстати, хочу на неё провести конкурс на одно призовое место, потому что она очень дорогая. Итак, для участия вам нужно поставить лайк этому видео, написать любой комментарий, подписаться на канал двух спонсоров, это Ферсул и Три Зет. И давайте, чтобы вы понимали, что это не фейковый конкурс и не будет никакого постановочного победителя, я сделаю такой короткий стрим, на котором выберу победителя в прямом эфире. Когда он будет, я скажу в следующем видео, повезёт просто какому-то одному очень везучему человеку. Поэтому участвуйте, ссылка на спонсоров в описании. Итак, давайте теперь открывать сундуки, у меня их 138, надеюсь, что повезёт. И, по идее, она мне должна выпасть, у меня, по-моему, шанс на левую что-то 0.07, что-то такое. Вот. Ну что ж, открываем, открываем, буду побыстрее так это делать. Надеюсь, что что-нибудь выпадет. Очень нечестно, мне кажется, так сделали, что её не смогут получить простые игроки, она стоит очень дорого, 700 гемов, это просто за гранью. Могли бы сделать какую-нибудь скидку, что ли, хотя бы за 379 гемов, это ещё было более-менее, но 700 гемов, это уж слишком, как по мне. Так, давайте посмотрим, что ли, шанс на лего. Ой-ой-ой, не туда зашёл, не туда. Так, что по шансу, он вообще увеличивается? Блин, зачем я вышел? Так, шанс 0.08, да нормально, должно выпасть что-то. Ладно, открываем. 0.08, так, фух, как же я испугался, это пассивка на Леона всего лишь была. Блин. Ладно, продолжаем открывать. Почему мне ничего не падает, хотел сказать, но опять пассивка на Леона. Блин, и я опять подумал, что что-нибудь нормальное выпадет, но нет. Что-нибудь нормальное я имею ввиду Сэнди. Потому что если она мне не выпадет из сундуков, которые я очень долго копил, мне придётся донатить. Мне этого не хотелось бы. Ну просто зачем донатить, если ты копил столько времени в сундуки? Это же нелогично. Так, ну что, я надеюсь, она мне выпадет. Она должна выпасть. У меня 76 сундуков остаётся. Блин, ну... Что такое? Почему не падает? 0.09. Блин, ну она должна выпасть. Если бы у меня было меньше сундуков, я бы просто задонатил гемы, а потом бы эти сундуки потратил на её прокачку. Но у меня сундуков было много, поэтому я решил, что выбью. И ещё хватит на её прокачку из сундуков. Эх, почему ничего не падает? Сундуков всё меньше и меньше. Но по идее шанс увеличивается понемногу, поэтому с каждым открытым сундуком шанс... С каждым восьмым открытым сундуком шанс увеличивается. И шансов её выбить всё больше. Эх, ничего не падает. Ну, мне нравится открывать сундуки, что-то падает интересное. Там гемы, билетики. Кстати, роборубка будет через три дня. Как раз билеты на неё. А то я все слил. Так, да что такое? 40 сундуков осталось. Да ну не может, она мне не выпасть. Столько сундуков, шанс практически 1%. Ой, какой 1%? 0.1. Так. Да что такое? Всё не падает. Какая-то ерунда падает. Но зато немного пирсов подкачаю. У меня там практически все. Ну, многие. Можно вкачать уже до 9 уровня. Так. Ничего не падает мне. Да ну нет. Вот прикиньте, как будет прикольно, если выпадет с последнего сундука. Или там останется сундуков 5, и она мне выпадет. Эх. Ничего не падает. Меньше 10 сундуков осталось. 7 сундуков. Нет. 6 сундуков. 5 сундуков. Блин, неужели не выпадет? Да ладно. Это просто жесть. Она мне не выпала ни с одного сундука. Блин, 0.018 шанс на Лего. Ну, что делать? Давайте теперь покупать спецпредложение. В надежде, что там что-нибудь выпадет. Так, обработка выполнена. А, и... Кристаллы монеты и... Блин, 5 предметов. 5 предметов. Ну, ещё один сундук. И... Ну, давай. Да ну нет. Ну как? Ну, разве так бывает? Ну, разве так бывает? Блин, опять мне не выпала она. Ну, и что делать? Ну, и что же делать? Может забить на неё? Ладно. Придётся покупать её за гемы. Всё, я задонил. Давайте теперь её покупаем. И... Ну, такая себе анимация. Что-то она как-то не очень выглядела. Ну, ладно. Новый персонаж Сэнди. Давайте его сейчас же затестим. Как я понял, она за счёт своей ульты будет тащить в режимах 3 на 3. Поэтому давайте сейчас сыграем в гемы. На ней. Так. Знаете, она так нормально двигается, в принципе. Я думал, что она будет помедленнее. То есть скорость у неё хорошая, на самом деле. Ну, вот первое ощущение. Так, стреляет, конечно, слабо по 900, но это всего лишь первый уровень. Ну, конечно, дамаг, да, никакой. Так. Ну что, попробуем ульту? Попробуем ульту. Так. Всё. Мы теперь в инвизе, да? Он нас не должен видеть. А если я подойду к врагу? Так. А если я подхожу к врагу, он вроде как видит. Стоп. Мортис подбежал вплотную, и он меня, походу, видел. То есть, если враг всё-таки подбегает вплотную, он может нас увидеть. А вот издалека они, по идее, нас не видят. Я так понял, именно так это работает всё. Ну что ж, ладно. Не стреляет наугад и попадает. Ну, жесть. Как же долго длится эта ульта. Мне это нравится. Так, давайте убивать Мортиса. Стоп. Или это не моя ульта? Это была не моя ульта, что ли? Почему я в неё заходил, и не было никакого инвиза? Ну ладно, ну ладно. Так, забрали Мортиса. Всё. Забираем гемо и уходим. Отлично. Ну и всё. Теперь инвиз даже подрублю. Это победа, по идее. Так. О, ничего себе. Просто посмотрите. Какая-то чёрная дыра. Две ульты. Жесть. Мортис, правда, меня нашёл. Но посмотрите, как это круто выглядит. Просто какая-то чёрная дыра там образовалась. Как же это круто смотрится. Мне очень нравится его анимация. Правда, там нас Мортис нашёл и убил. Ну ладно, это не главное. Ну знаете, персонаж такой, ну, прикольный персонаж. Не могу сказать, что это какая-то новая игровая механика. Но, тем не менее, он такой неплохой. Ладно, не буду затягивать это видео. Потому что есть ещё очень много всего интересного, что можно снять. Например, в дружеской игре новый режим. Поэтому участвуйте в конкурсе, если тоже хотите получить этого легендарного персонажа. Итоги, как я уже говорил, будут подведены на стриме. Стрим будет, ну я скажу, когда, до конца акции, ещё там 4 дня. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok